Всем здарова, с вами Респ. На экранах у вас Сервариум в версии 0.46 C2. Сегодня мы посмотрим еще одну сборочку, третий левел. Я ее назвал сборка выживальщика. Посмотрим ее внешне. Выглядит не супер эстетично, конечно, но тем не менее сборка интересная. А теперь давайте посмотрим, из чего же я собрал эту сборку. Здесь три разных сета, по две вещи представлены. Это штурм, маска плюс штаны, который дает отдачу оружия минус 7 за две вещи. Укрепленный ватник с перчатками, который дает скорость передвижения плюс 2,5%. И две вещи снайпера, это шлем и башмаки, которые дают реген и количество особых спецсредств. С помощью такой сборки получаем мы вот что. Мы получаем два слота под особые спецсредства и можно взять с собой ящик. Что очень позитивно сказывается на геймплее, когда ты играешь со 120 патронами на штурмовой винтовке. Как вы видите, дает еще такая сборка плюс 4,5 очка здоровья в секунду регена. Так как на ватнике 2,5 очка здоровья в секунду встроены и выкручены. Плюс на штанах единичка и плюс сборка от снайпера две вещи дает регенерацию плюс 1. Кроме количества особых спецсредств. Так, тяж дает отдачу минус 7 я сказал. Ну и ватник дает скорость передвижения, тоже сказал. Что еще мне тут нравится? Выживаемость вполне себе неплохая за счет может быть даже маски и штанов. Все таки частенько попадание происходит по этим частям тела. При этом скорость тоже неплохая. 5,71 с таким боезапасом вполне себе. Плюс есть еще рюкзак для артефакта. Это самый хороший рюкзак с минимальным замедлением, если оно и есть. Я не беру рюкзак налетчика сейчас. Чтобы взять артефакт, чтобы там был живокост, пружинка, что-нибудь. Никогда не повредит. В общем, и вот за счет всего этого в плюсе. Мне показалось, что достойно можно выживать. Патронов хватает с учетом ящика. ВЗ-шка сама по себе тоже неплохая. И зажимается, и прокликом стреляется. Ну, в общем, я могу показать в тире, как она себя ведет. Давайте зайдем в тир. Я на самом деле ее в тире не тестил. Я сразу пошел по боям с ней. И мне интуитивно она была понятна. Но по-быстрому покажу вам, как стреляет. Очередь, отдача, проклик и все остальное. Ну вот, видно рисунок отдачи. Сильно вправо. Но нету каких-то скачков из стороны в сторону. В общем, понятное. А вот зажимчик. В общем, как видно, вполне себе неплохо. Старая школа штурмовых винтовок, я бы так сказал. Так что можно играть. Ну и раз уж я в тире, где есть аномалии, давайте посмотрим, как этот реген, увеличенный на сете, прибавляет мне саму регенерацию, собственно. Напомню, что базовый реген плюс единичка. И мои четыре с половиной, получается пять с половиной очков здоровья в секунду. Ну, не имбаланс, конечно, но вполне себе ощутимый прирост. И, конечно же, стоит посмотреть, как этот прирост будет ощущаться с живокостом. Вот здесь уже похоже на то, что ты отхилился аптечкой. Достаточно быстрое накопление хпшек. В общем, считаю, что живокост в пассиве – это хорошее подспорье для такой сборки. Ну и, конечно же, посмотрим, как эта сборка ведет себя в боевых условиях. И карта подходящая как раз для этого, потому что здесь много экшена. Придется принимать много урона и давать его тоже много. В общем, особо комментариев не будет. Тут больше нужно смотреть, потому что все я показал в тире или объяснил в лобби. Поэтому поехали. Я не тестил оружие в тире, еще раз скажу. И поэтому ко мне на уровне подсознания пришло то, что когда враг меня, например, не видит, то лучше стрелять по 2-3 пули, экономя боезапас и повышая точность. Но когда идет открытая перестрелка, то, конечно, надо стрелять за живом. Оружие это позволяет делать и делает результат. Да, я забыл сказать, что у меня олдовый АПС во втором слоте. Он реально незаменим, потому что это все-таки штурмовая винтовка, где 30 патронов и никакой это не пулемет. Приходится либо перезаряжаться, либо доставать ДОП оружия. В общем, ждунов сейчас много за угловых, которые ждут свою жертву, сидя спокойно на месте, слушают шаги. Все-таки механика сильно поменялась, и многие избрали такую тактику ведения боя, как бы теперь. И поэтому я могу сказать, что эта сборка действительно внушает такую уверенность. Хочется выйти и наказать этого ждуна, даже когда ты не знаешь, где он, найти его. И этому способствует как бы сама пушка, ну какой-никакой боезапас, какая-никакая скорость, какая-никакая броня. Все это среднее, да, я бы сказал. И плюс повышенный вот этот реген, который нужно всегда разыгрывать, потому что реген имеет смысл только после перестрелки, правильно? Ты должен получить сначала дэмэдж, чтобы этот бонус имел профит, так скажем. Профит, или как это правильно говорится, я не знаю. Момент демонстрации того, чему научила меня конкретно эта игра, а именно это не бежать за челом, сломя голову, а чекать сначала все проходы. Потому что чаще всего там бывают еще люди, которые бегут друг за другом. Да, вот так, теперь многие играют ползком. Ничего с этим не поделаешь. Остается только врываться и выносить их. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, тут комментарии излишни. Назовем это пассивный раж. И, конечно же, мало у кого тактика боя меняется во время этого боя. И этот чел не исключение. Ну, вы видите, я уже боюсь, как бы, и не так яро выбегаю из-за углов. Узаю свои фишки вот эти с микрострейфами, выходами из-за угла. Ну, а что делать? Ну, и, конечно же, я никогда не брезгую вернуться и помочь своей тиме зачистить респу, чтобы их не зажимали. Потому что это напрямую влияет на победу, чего и всем советую. И при всем при этом я не слишком рациональный игрок. Могу вот так вот нырнуть за фрагом. Вместо того, чтобы расстрелять сверху, меня бы могли забрать со всех сторон в этот момент. Но, тем не менее, как истинный рашер, я получаю удовольствие именно от таких моментов, а не от подкарауливания и всего остального. Не могу быть вот таким вот гением геймплея. Уж извините. Наверное, нужны годы тренировок, чтобы в итоге так играть, сидя. Мне этого не познать, увы, или к счастью. Но, тем не менее, я не могу винить этих людей в такой игре. Скорее всего, просто в какой-то момент времени с ними не было рядом такого человека, как я, который видит игру по-другому. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я немного по философствовал во время этого боя, пока вы смотрели. Потому что, как бы, про сборку, опять же, повторюсь, я особо ничего не упустил, все сказал. В бою вы сами увидели, насколько она убиваема, имбова или, наоборот, слаба и медленно. Все-таки я особых минусов в ней не нашел, а плюсы достаточно ощутимые. Вот, ну, бой мы проиграли, но не войну, как говорится. Всем удачи!